НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СПУСТЯ ФАЗБЕР, ОТКРОЙ ДВЕРЬ, Я СЛИШКОМ ЛЕНИВЫЙ ХОРОШО ЧАШКА ГОЛОВЫЙ? Привет, Фазбер, мы можем войти? Яндере, что с тобой случилось? А где соседка? Эй, теперь всё в порядке, ты в безопасности Как ты себя чувствуешь, Кружка? Со мной всё хорошо, Чашка, действительно хорошо Жуткое, что случилось? Что ты здесь делаешь? Там стало совсем небезопасно, они просто не хотели уходить Они забрали детей из детского сада, всех Однако нам удалось сбежать, мы можем остаться здесь Конечно, ребята, можете, здесь достаточно места Но вам тоже придётся участвовать в шоу 3 мая 1980 года, Фредерик Фазбер I С тех пор, как старое место закрыли, я думал, что это конец имени Фазбера Но потом, мой мальчик Фредерик взял Винсента и Элизу и предложил переделать старый костюм в робота Сначала я подумал, что это смешно, но потом моё сердце застучало быстрее Мальчики действительно покончили с собой У Винсента и Элизы была новая модель робота для Фредбера И она выглядит потрясающе Но у нас всё ещё нет для него имени Я до сих пор удивляюсь, что у них было время помогать со свадьбой И с колледжем, и особенно с Молли Я горжусь ими, и не могу дождаться будущего этой компании Так горжусь этими ботаниками Для Яндера Яндеры, почему ты плачешь? Ты в порядке? Для Жуткой Кто забрал соседа, Шантая и детей из детского сада? Ладно, какого чёрта там происходит? О, блин! Яндеры, ребята-чашки, вы в порядке? Для Жуткой Ты знаешь, что случилось с твоими образцами? Для Яндеры Знаешь ли ты, что они сделали с соседом, Шантая и другими? Нет, я не знаю Что это, чёрт возьми, такое? Почему вы их спустили? Даже не спорьте с чашкой Это просто панель задач, и она не может быть сломана ничем Поверьте мне, я уже пытался Чашка, не подстрекай их, как в прошлый раз Просто отвечай, и всё Ладно, я не буду огрызаться и не буду злиться По крайней мере, я постараюсь этого не делать Даже если это будет очень заманчиво И чтобы ответить на большинство ваших вопросов, отвечаю Мы в порядке, и мы не знаем, кто именно их забрал Но они были розовыми И эта угроза обществу и всему миру всё ещё существует Терроризируя и нанося вред всему, что хорошее Для Колин и Метатон А я шиперю вас Давайте, целуйтесь и любите друг друга Извините, но мы едва знаем друг друга Чтобы перейти на такой уровень отношений Не говоря уже о чувствах друг к другу Хотя она очень хороший человек Я к ней так не отношусь Вы можете шиперить, что хотите Но не надо всё так форсировать Предупреждение Все шиперения это личное мнение или часть альтернативной вселенной Мы вас предупредили Кроме того, у нас у обоих есть парни И мы очень счастливы И нам всё равно, если кто-то скажет иначе О, и мы также видели комментарии Офлау и Пейдж И мы хотели бы сказать, что эти двое ненавидят существование друг друга Это действительно смешно Ставлю свои деньги, но сумасшедший блокнот Как насчёт тебя? А я на психованный цветок Розовый, да? Это очень подозрительно, мягко говоря Что случилось с Яндерой? Всё в порядке, дорогая? Хм, они были розового или другого цвета? Жуткая Ты кажется так, кто отвечает за тех, кто сбежал Как это произошло? Детектив Китти занимается этим делом Как они ещё выглядели, кроме того, что были розовыми? С тех пор, как ты сказала, что они розовые Я не могу перестать думать о Бетте из Глитштейл Спасибо, что пришли Теперь я уверен, что вы все видели последние новости И я знаю, что это нелегко Особенно после пережитого Пропали знаменитые звёзды Знаменитые звёзды Это Микки Маус, Мини Маус Счастливый кролик Освальд Кот Артензия, Кот Феликс И Бетти Бук Были объявлены пропавшими без вести Но мы действительно хотим помочь всем, чем можем Поэтому нам нужно знать, что произошло Вот, ваше радио, мистер Гастер Спасибо, дитя Теперь можешь идти играть Любая информация будет очень полезна Для прекращения этого кошмара и спасения жертв Это ещё не всё Я точно знаю Что бы это ни было, это смертельно опасно И это что-то необычное Не только розовое, но и голубое Никто не смог остановить это Его крылья были все скомканы И оно было так решительно Что бы получить то, что оно хочет Что бы это ни было Это было так ужасно И оно продолжало вести себя так Будто это какая-то знаменитость Это может звучать странно Но это было очень серьёзно Оно хотело быть номером один Имя Теодора Фонтайм Тип аниматроника Фонтайм Возраст Три с половиной года Пол Женский Семья Стюарт Фонтайм Брат Фонтайм Фокси и Фонтайм Фредди Мать и отец Баллора Балерина Тётя Циркус Бэйби Тётя Марионетка Троюродный брат Характер Умная Добрая Игривая Любит приключения Умница Вежливая Отзывчивая Смелая Любопытная Недостатки Недоработанно Легко обескуражить Доверчивая Ребёнок Недоумение Неуверенность в себе Задает слишком много вопросов Эмоциональное Импульсивное Интересы Чтение Игра на флейте Пение Танцы Исследования Собирает ракушки Собирает цветы Помогает другим История На сегодняшний день Теодора Фантайм Родилась 22 мая Этого года Как и другие роботы По крайней мере здесь Она стареет Странным образом Но это не слишком Необычно У Теодоры Есть брат Стюарт Фантайм Мать и отец Она любит Свою семью Любит делать Свои дела И помогать окружающим Её хвалят За хорошее знание И понимание 11 других языков Но на неё Смотрят свысока Из-за того Что она молода И что никто Не имеет никакого Реального представления О том Кто она Это может Показаться странным Но не ясно Является ли она И другие аниматроники Подобные ей Обычными Хотя это Обескураживает Но она делает Всё возможное Чтобы держать голову Высоко Особенно Когда дело Касается Её старшего брата После похищения Когда она была больна Она никогда Не теряла надежды Что однажды Увидит его И несмотря на Всё что случилось И всё что ей рассказали Она никогда не забывает О том Что правильно И что действительно важно Но как долго Это продлится Для Балоры Так А как у тебя дела Я твоя большая поклонница Я люблю балет Ну Всё не так плохо Чем было раньше Спасибо что спросили И если вам интересно То мы только что Закончили праздновать Диаделос Муэртес Стюарт прекрасно Провёл время Но он устал От вечеринки На которой мы были Я рада Что он присоединился Ко мне Для этого радостного события Единственное Чего я сейчас хочу Так это Чтобы мои сёстры Были здесь Чтобы отпраздновать С нами Я многого не помню Из моей прошлой жизни Но я помню Празднование Диаделос Муэртес С моей младшей сестрой Каждый год Это всегда было Счастливое время Для нас И теперь Когда Анжелике Елизабет Больше нет Кажется правильным Продолжать Эту прекрасную традицию 10 ноября 1980 года После того Как мы с отцом Открыли для себя Новый Самовосстанавливающий Металл Я смогла убедить его Позволить мне Использовать этот материал И теперь Я могу создать Первого в мире Человека-робота Совершенно новый вид Это будет потрясающе Человек и машина Станут одним целым Я предложила эту идею Фредерику и Винсенту И им понравилось Когда мы наконец Попробовали его на Фредбере Он работал прелестно Он умел понимать сложную речь Проявлял полные эмоции Имел удивительный Мыслительный процесс И даже проявлял Признаки развивающейся личности Искусственный интеллект Работал очень хорошо Он даже улюбил его голос Мы проводим Еженедельные проверки Чтобы убедиться Что его системы Работают нормально Его сердце Отлично справляется С перекачкой масла и топлива Через его шерстерни И суставы И если мы сделаем Больше таких роботов Возможно Мы сможем добиться успеха В создании первого в мире Ребенка-робота Который сможет расти И стареть Прости, Молли Анатомия аниматроников Заметки Роботы женского пола Будут работать так же Как и мужские Но они будут включать В себя матку Чтобы позволить Ребенку расти Звуковой блок Источник голоса робота Дыхательный блок Для того, чтобы позволить Соединением двигаться Как второй источник силы Робот будет дышать Так же, как человек Топливный блок Аниматроники должны быть Как люди Так же и в том Как мы едим и пьем Для получения энергии Схожий процесс Будет происходить И с роботами Искусственный интеллект Здесь будет храниться Вся информация Об аниматронике И со временем Искусственный интеллект Будет продолжать развиваться Он будет содержать информацию Такую же Как ощущение личности Семья Генетическое кодирование Способности Действия Эмоции Память Размножение Гендерное чувство Сердце Здесь будет добываться масло И растекаться по телу Сердце Самая чувствительная часть тела Ни на одном роботе Оно не может быть заменено Размножение Контролируется Искусственным интеллектом робота Роботы Размножаются Так же, как человек Но в отличие от людей У которых уже есть Половые органы Искусственный интеллект Будет контролировать Все, что необходимо Для размножения И только для размножения Только когда Половой орган робота Будет необходим Передача данных Может создать Нового аниматроника Прогонит печаль и прочь Время страхи позабыть Эту радостную ночь Никому не пережить Тихо стремит музыка Наёшь готово Пробьётся в жизни Тонгая нить Если считаешь ты Что всё это на шутках Почему бы я не пошалить Субтитры создавал DimaTorzok